11 ноября архиепископ Ростовский Новочеркасский Пантелеймон осветил закладной камень православной деревни в селе Петровка Матвеево-Курганского благочиния. Там, где по домофорам церкви будут жить и воспитываться дети-сироты, побывала съемочная группа телестудии «Дом православный». В Ростовской области есть благодатное место, где было явление Божьей Матери, село Петровка Мясниковского района. «Здесь вы будете исцеляться», сказала Пресвятая Богородица верующим и указала на родник. И люди приходили, пили воду, прикладывались к иконе, обливались водой святого источника и получали исцеление. В память об этом событии полтора века назад была построена церковь в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». И вот в таком благодатном месте впервые в современной России по инициативе администрации Ростовской области по благословению правящего архиерея владыки Пантелеймона и попечительстве благотворительного фонда Покровский будет построена православная деревня – комплекс домов для семей, взявших на воспитание детей-сирот. Подбором семей, готовых взять на воспитание детей, занимались социальный отдел епархии и Министерство образования области. Будущие родители – это люди в возрасте 40-50 лет, имеющие прекрасные рекомендации приходов, уже благополучно вырастившие своих детей, но имеющие силы и главное желание продолжать заниматься воспитанием и подарить приемным малышам свое теплое внимание. Дети будут воспитываться в православной вере и самое главное – они уйдут из детских домов семьи, в которых о них будут заботиться. Уже в марте следующего года первые четыре семьи, а в июле еще три, смогут поселиться в комфортабельных домах в православной деревне. Ровно год назад благотворительный фонд Покровский завершил свой первый совместный проект с Ростовской надонной епархией. Вместо разрушенного в 30-е годы прошлого века был возведен новый Старопокровский храм в Ростове-на-Дону. Сейчас этот фонд оказывает благотворительную помощь в строительстве детского православного приюта Святая Пороскева в станице Маноческой. А теперь архиепископ Ростовский и новочеркасский Пантелеимон осветил памятный камень о начале строительства православной деревни и обратился к собравшимся с архипастерским словом. Я сердечно благодарю всех вас вот за тот духовный порыв, который сейчас выражается в таком благородном, нужном и необходимом деле, как вопрос воспитания и дальнейшей жизни вот тех беспризорных, вот тех детей, которые находятся без призора своих родителей. Деревня, она православная, как раз располагается около храма. И вот воспитание детей в благочестии, конечно же, это воспитание в православном духе. Как наши прадеды, как наши прародители воспитывали своих детей, и православие являлось цементирующим стержнем во всех бедах, во всех напастях и в радостях. Я хотел бы сегодня сказать слова благодарности и фонду благотворительному Покровский, который сделал такое благое дело, и нашей епархии, владыка, вам за благословение и за поддержку этого проекта. Позвольте мне в этот очень торжественный день поблагодарить Ваше Высокопрещенство за то, что Вы нашли время и здесь благословили наше новое строительство. Что касается фонда, то мы уже отстроили там все, что касается детского приюта в станице Маночской. И если бы Вы видели, в каком состоянии были дети и стали дети, вот это воспитание, оно сказывается положительно. Мы будем надеяться, что те родители приемные, которые берут на воспитание по пять детей, они возвратят обществу то, что утеряно нами всеми. Мы сердечно благодарим Вас за то, что Вы осуществляете такой доселе невиданный проект, объединяющий усилия православной церкви и государства в деле помощи детям-сиротам, что само по себе является исконной исторической традицией православной Руси. Просим Вас, дорогой владыка, благословить нас на этой благородной и сложной ниве воспитания будущего поколения в православных традициях. Огромное Вам спасибо всем. И помоги нам Господь и Пресвятая Богородица. Всем благословения Господни. Храни Вас всех Господь. По окончании освящения приемные родители, будущие жители православной деревни, подошли под архипастерское благословение.